Привет! Прошло только 10 дней зимы, а тебе уже надоело мерзнуть? Ну что ж, посмотрим что делать чтобы согреться. Если у тебя сильно мерзнут руки и даже перчатки не помогают, тебе помогут грелки для рук. Стоит только достать их из упаковки, они сразу же начнут нагреваться. Это происходит благодаря взаимодействию их химического состава с воздухом. Можно положить грелки в карманы и греть руки там. Или благодаря маленькому размеру их можно вместить прямо в перчатки. Правда такие грелки нужно постоянно покупать, а вот такую штуку я нашел на Алиэкспресс. На первый взгляд это обычный пауэрбанк, от которого можно подзарядить телефон, если он отключился на морозе. Но если зажать кнопку на несколько секунд, цвет индикаторов сменится на фиолетовый, а пауэрбанк превратится в грелку. Его тоже можно кинуть в карман, либо положить в карман кофты, так он будет создавать ощущение тепла по всему телу. Чтобы проверить, насколько сильно он греется, я решил положить на него кусочек масла. При большом желании на такой грелке можно даже подогреть себе бутер. Кстати, сэкономить при покупке любых товаров, например вот этого, поможет ЕПН Кэшбэк. ЕПН работает напрямую со многими магазинами, поэтому можно получить больший процент с твоих покупок, чем где-либо еще. А с помощью приложения ЕПН Кэшбэк можно получить деньги не только за онлайн покупки, но и за сканирование чеков из любых магазинов. Совсем скоро у ЕПН день рождения, поэтому ты сможешь вернуть еще больше своих денег и выиграть кучу крутых призов. Я сам пользуюсь кэшбэком от ЕПН, советую и тебе начать. А ссылочка у нас где? Ссылочка у нас в описании. Иногда нам приходится долго быть на морозе, и чтобы не окоченеть в такие моменты, поможет баф. Если надеть баф, он защитит лицо от холодного ветра, а благодаря утеплению шеи, ты становишься полностью ветронепродуваемым, и теплее становится раза в два. Главное стараться дышать носом, чтобы баф не стал влажным от пара. А если чтобы согреться ничего с собой нет, но ты уже замерз, не стесняйся прохожих людей и начни интенсивно двигаться. Это очень согревает. Если еще найдешь рядом спортивную площадку, тут же запрыгивай на турник. Кровь разгоняется по телу и становится намного теплее, причем эффект продлится достаточно продолжительное время. Если тебе посчастливилось ехать в машине, например в такси, то там можно не только согреться, но и высушить промокшие перчатки. Просто положи их на воздуховоды лобового стекла и попроси у водителя включить обду. Минут за 10 езды перчатки уже будут сухими. Дома часто бывает холодно из-за пропускающих воздух окон. Чтобы проверить не тянет ли с окна, зажигаем спичку и подносим ее к стыку. Если все же окна нужно уплотнить, открываем их и ищем на внутренней грани несколько эксцентриков. На них есть насечка, которая при повороте в сторону резинки уплотнит прилегание окна к раме. Некоторые еще называют это зимним режимом. Самый согревающий напиток это глинтвейн. Обычно его делают из вина, но мы заменим его виноградным соком. Также нам нужны апельсин, лимон, имбирь, гвоздика и корица. Наливаем сок в кастрюльку и ставим ее на медленный огонь. Пока сок греется, нарезаем апельсин, лимон, немного имбиря и кидаем это все в кастрюлю. Туда же засыпаем специи. Греем это все примерно до 80 градусов и аккуратно разливаем по стаканам. Получился очень вкусный, согревающий и безалкогольный глинтвейн. Ну а если ты в чем-то накосячил, глянь вот это вот видео, оно должно помочь. И не забывай про лайк с комментом под этим видео. Пока!